Всем привет ребята, с вами канал Азии знаний. Сегодняшний ролик посвящается ценителям прекрасного, а именно самые красивые женские фигуры в мире. В мире никогда не утихали споры о красоте женщин, и так будет вечно. Однако идеалы фигуры всегда меняются, определяясь текущими предпочтениями социума. Замечена закономерность, тяжелые военные времена в моду входили в более пышные женские формы. Инстинктивно мужчины выбирали таких барышень, как способных справиться с большими трудностями. В периоды спокойствия мир превозносит красоту стройных и гибких девушек, а в недосягаемый абсолют эти предпочтения возводит современная фэшн-индустрия. Но есть девушки, которые вне игры, о них знают весь мир, их любят, а их фигуры восхищаются. Эти девушки настоящие легенды своего времени. Например, очаровательная Мэрилин Монро склонила к своим ногам мужчин целого континента, завладев умами и сердцами самых влиятельных мужчин того времени. Дита фон Тис покорила театральные подмостки, а красотой Софи Лорен на пике ее славы и молодости восхищались даже высшие церковные чины. В нашей подборке самые красивые женские фигуры в мире 20 и 21 века собраны не просто красавицы, а обладательницы эталонных идеальных фигур. Бриджет Бардо Первый номер в нашем списке отдаем легендарной Бриджет. Французская актриса Бриджет Бардо стала всемирной знаменитостью после выхода картины и бог создала женщину в 1956 году. Иконой символа ревущих 1950-1960-х покорила сердца миллионов мужчин не только в Европе, но и во всем мире. Бриджет Бардо была единственным противовесом в убийственной красотке Мэрилин Монро, безраздельно завладевшей Северной Америкой. За 20 лет в индустрии кино она снялась в 48 фильмах, после чего посвятила свою жизнь защите животных. Сегодня Бриджет 86, она живет на Вилле в Сент-Пен на юге Франции с конца 1950-х с парой сотен животных. Софи Лорен Второй номер в списке красивейших женских фигур заняла ворожительная Софи Лорен. Итальянская актриса Софи Лорен единственная в мире удостоилась главной награды на Каннском, Венецианском, Московском и Берлинском кинофестивалях. Трафаризмы Софи Лорен переиздали на нескольких языках, от других красивых девушек Софи отличает на редкость острый ум. На пике славы эта итальянская красотка удостоилась высшей похвалы от архиепископа католической церкви в Генуи, заявившего, что хоть Ватикан и против клонирования людей. Ради Софи Лорен можно сделать исключение. В 1950-х актриса считалась символом Италии, обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Софи Лорен снималась в кино в период с 1950-го по 2013-е годы. Сейчас Софи Лорен 86 лет, как и Бриджет Бордо. Мэрилин Монро Третий номер списка самые красивые женские фигуры в мире. Отдаем легендарный Мэрилин Монро. Первая красавица мира покинула нас на 37-м году жизни. Спустя 59 лет после смерти, а Монро продолжает сдачить, порой даже чаще, чем при ее жизни. Эта красотка отличалась остроумием и бойким характером. Такое сочетание позволяло ей покорять любое мужское общество и быть настоящей королевой. Фигура Мэрилин Монро была наилучшей интерпретацией идеалов своего времени. До сих пор к ее параметрам стремятся многие молодые девушки. Символ 1950-х Мэрилин Монро умрала от передозировки снотворным 5 августа 1962 года в Калифорнии, США. Дита Фон Тис Фотомодель, певица, а также исполнительница шоу в стиле бурлеск Дита Фон Тис мало кому известна под настоящим именем Хизер Рене Суит, а под псевдонимом покорила весь мир. Звонкий псевдоним, обладательница одной из самых красивых женских фигур в мире, выбрала практически наугад. Просто открыв телефонную книгу и назвал первую фамилию для подписи ее откровенных фотографий в журнале Playboy. Изощенная красота Диты Фон Тис это результат суровой дисциплины, тренировок и внимания к рациону. Итог всем нам известен. Дита Фон Тис считается одной из самых красивых женщин столетия. В свои 48 лет Дита продолжает оставаться значимой фигурой в фэшн-индустрии. В 2005-2007 годах была замужем за Мэрилином Мэнсоном. Открыто признается в классических операциях, а еще передвигается исключительно на редких автомобилях. Сальма Хайек Ныне уже 54-летняя Сальма Хайек в 2003 году стала первой мексиканской актрисой, которая удостоилась премии Оскара за лучшую женскую роль в фильме Фрида. Снявшись за свою карьеру в более чем 30 фильмах, Сальма Хайек остается любимицей зрителей за экзотическую внешность и талант. С первых кинопроектов режиссерам приходилось жестко дозировать подачу красоты Сальмы на экран. Без этого она могла легко прикрывать все внимание к себе, а не к сюжету. Голливудский актер Води Харальдсон как-то сказал, что когда боги решили отдавить наш мир своим божественным великолепием, то сосали с небес Сальму Хайек. В 2006 году Сальма Хайек сыграла в фильме «Бандитки» вместе со своей лучшей подругой Пенелопой Круз. Сейчас Сальма замужем за Франсуа Анри Пино. Она владеет четырьмя языками – английским, испанским, арабским и португальским. Последний фильм на повестке дня с актрисой «Телохранитель жены киллера» 2020 года. Бейонси R&B певица, актриса, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонси сделала дебют на сцене в компании с очаровательными подругами из Destiny's Chill. Еще больший успех пришел к Бейонси, когда она начала сольную карьеру. Обладательница одной из красивейших фигур мира. Бейонси считается еще и очень влиятельной, иначе Форбс не поместил бы ее на второе место в рейтинге 100 влиятельнейших знаменитостей мира. На радость фанатам во всем мире, в клипах и на выступлениях Бейонси всегда демонстрирует все достоинства своей фигуры, завернутые в обертку откровенных нарядов. По версии Billboard, Бейонси является самой успешной исполнительницей двухтысячных, за что удостоилось звание «Артист тысячелетия» от этого же журнала. На счету этой певицы 20 премий Грэмми и 52 номинации. 2008 года замужем за рэпером Jay-Z. В январе 2012-го у певицы родился первенец. Дженнифер Лопес. Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженнифер Лопес за свою карьеру удостоилась двух номинаций Грэмми и получила три статуэтки American Music Awards. За всю карьеру записи Дженнифер Лопеса разошлись по миру в количестве 75 миллионов экземпляров. По версии Billboard, 52-летняя Дженнифер Лопес находится на 27-м месте среди самых популярных артистов двухтысячных. Одна из самых значимых певиц начала двухтысячных, Дженнифер Лопес, еще и первая красавица своего поколения. Прекрасная фигура в сочетании с сильным характером и талантом позволили Дженнифер Лопес сколотить невероятное состояние. Взобавшись на самый верх Звездного Олимпа, Дженнифер Лопес продолжает сниматься в кино и выступать на сцене. 2011 года с перерывами встречается с танцором Каспером Смаротом, который на 17 лет младше нее. Скарлетт Йоханссон. Американская актриса Скарлетт Йоханссон является примером того, как сочетание хороших манер, красоты тела и ума могут открыть вам путь в голливудские блокбастеры. Также 36-летняя Скарлетт Йоханссон поет и принимает активное участие в политической жизни США. Впрочем, роскошная фигура всегда будет оставаться главным аргументом в пользу Скарлетт. Скарлетт Йоханссон входит в топ-50 самых влиятельных евреев мира, где ей отведено 18-е место. Является одной из жертв в хищении откровенных фотографий со взломанных аккаунтов iCloud 14 сентября 2011 года. С октября 2014 года во второй раз замужем. Вместе с Роменом Дориаком воспитывает дочь 2014 года рождения. Анжелина Джоли Фантастические губы Это первое, что приходит вам на ум, когда вы слышите имя и фамилию Анжелина Джоли. Добавьте к чувственным губам и зубрудные глаза и роскошные локоны и получите девушку из списка самых красивых женщин на свете. Анжелина любит роли сильных женщин. Многие запомнили ее как Лару Крофт из одноименного фильма, Миссис Смит и спецагента из фильма Сол. Помимо актерской деятельности, Джоли активно занимается благотворительностью и жертвует на нужды беженцев круглые суммы. Анжелина питает огромную страсть татуировкам и всячески украшает ими свое тело. В настоящее время на теле девушки насчитывается более 10 татуировок, некоторые из них посвящены близким актрисы. Недавно в беседе с британским изданием Vogue Анжелина Джоли объяснила, почему она решила сняться в супергеройском блокбастере «Вечные» от Marvel Studios. Джоли играла героиню по имени Тена. В картине также снимались Кит Харрингтон, Джема Чан, Брайан Тайри Генри и другие. Премьера фильма «Вечные» про разу бессмертных сверхлюдей запланирована на ноябрь 2021 года. Ким Кардашян Американская светская львица, звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашян закрывает наш список самых красивых женских фигур в мире. По заверению Ким, она сделала себя сама. Это справедливо и в отношении ее успеха, и в отношении ее шикарных форм. Вопреки всеобщему мнению, главное достоинство 40-летней Ким Кардашян не только выдающаяся красивая фигура, но и острый ум. Умело работая с известными брендами, Ким запустила несколько коммерчески успешных продуктов и даже мобильную игру, что помогло семейству Кардашян заработать немалые деньги. Став звездой, она разделила славу с Перрис Хилтон. 24 мая 2014 года Ким Кардашян замужем в третий раз за рэпером Канни Уэстом, от которого родила двух детей. На этом все. С вами был канал Ази Знаний. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Это здорово мотивирует. До скорых встреч!